Ну чё ребятки, всем хай, вы на канале Эйкзи. Ну а в данном видосике я вам покажу и расскажу, как установить рут права на эмулятор под названием Bluestacks. Показывать я буду это всё от самого нуля. Дело в том, что на протяжении трёх месяцев мне очень многие пишут, чтобы я наконец-таки соснял этот видос. Но всё по той причине, что программа под названием Bluestacks Tweaker, с помощью которой можно было получить рут права, уже больше не работает. И сегодня я вам показываю новый способ. Заранее хочу сказать, что этот способ будет работать на абсолютно всех версиях. То есть на Bluestacks 5 и также на Bluestacks 4. Ну и также на всех версиях андроида. Так что будем это всё делать поэтапно. Сначала я вам покажу, как включить рут права, ну а затем как установить мазиск. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте чайку, либо же кофейку. Вы на канале Эйкзи, всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. Первым делом, конечно же, скачиваем ту версию, которая вам нужна. На моём же случае я скачал Bluestacks 5 на 11 андроиде. И дабы вам доказать, что действительно у меня нету рут прав, я запущу и вам сейчас это покажу. Всё, как видите, я запустил. Давайте зайдём в рут чекер и посмотрим, есть ли у меня рут права. Делаем проверку и, как видите, рут прав у меня нету. Теперь, как их включить? Вы, наверное, удивитесь, но для этого не нужны абсолютно никакие программы. Всё, что нужно, так это зайти в эту директорию. То есть, в ту директорию, где у вас установлен Bluestacks. На моём же случае, это диск E, папка Programs и здесь Bluestacks. У вас же, может быть, он установлен по другому пути. Вам же просто нужно найти ваш путь установки, где он у вас лежит, скажем так. После этого мы заходим в эту папку. То есть, Bluestacks, нижнее подчеркивание, NXT. Мы заходим. И здесь у нас будет вот такой вот файлик, подписанный как config. Нам этот файл нужно открыть с помощью блокнота, либо же с помощью, ну как на моём случае, Notepad++. Мы его открываем. И здесь у нас много различных строчек. Здесь же нам нужно отыскать и изменить только два параметра. В Notepad можно просто нажать вот сюда, вот видите, такая вот лупа. Мы нажимаем и вписываем сюда слово root. Вот так вот вписываем и нажимаем найти. И у нас находит, вот видите, первое оно нашло и второе. А ну-ка дальше. Вот и второе. То есть, этих две строчки нам как раз таки и нужно отыскать. Первый отрезок кода у нас находится на 43 строчке. Здесь будет стоять 0. Нам же нужно просто взять, стереть этот 0 и дописать 1. Всё, это очень хорошо. Теперь идём дальше. И следующее, что нам нужно найти, это вот эту вот строчку. Если что, это 102 строчка. То есть вот, Enable Root Access. Здесь тоже будет стоять 0. Мы его стираем и вписываем сюда 1. Всё, после этого можем убедиться, что у нас здесь стоит 1. Да, 1 и ещё 1. Всё. После этого нам нужно сохранить наш файл. То есть, нажимаем сюда вот файл и сохранить. Всё. Тем самым мы сохранили наш конфиг. Теперь мы это можем смело закрыть и будем пробовать запускать. Посмотрим, что изменилось. Запускаем и сейчас всё сами увидите. Ну вот и всё. Я загрузился. И теперь давайте откроем root checker и посмотрим, есть ли у нас root права. Нажимаем проверка root. И как видите, всё. Root права у нас появились. Так что вот таким вот максимально простым способом можно получить root права. Без каких-либо посторонних программ. Но теперь другой вопрос. Как установить майск? И сейчас я вам это тоже покажу. Заходим на этот сайт. Если что, ссылочка будет в описании. И здесь мы заходим релизы. Нажимаем сюда. И здесь у нас сразу же будет самая последняя версия. Мы просто пролистываем вниз. Здесь мы разворачиваем. То есть, нажимаем сюда вот assets. И тем самым у нас появляется вот таких вот несколько файлов. Нам же здесь нужно скачать апролиз. То есть, вот это. Нажимаем и тем самым у нас идёт скачивание. То есть, это последняя версия Magist Kitsune. После того, как мы скачали. Мы просто берём и перетаскиваем вот сюда вот. То есть, тем самым она у нас устанавливается в Bluestacks. И теперь, что мы делаем? Просто берём, открываем Magist Kitsune. И всё. Первый запуск прошёл успешно. Теперь заходим установить. Нажимаем далее. Здесь мы нажимаем прямая установка. Вот здесь. Это нам нужно выбрать. И нажимаем установить. И здесь у нас такая проблема. Это из-за того, что у нас нет доступа к монтированию раздела System. И именно из-за этого у нас не устанавливается Magist. Ну и сейчас, конечно же, я покажу, как это пофиксить. Пока что Bluestacks можно закрыть. Теперь, что мы здесь делаем? Здесь нам нужно зайти в папочку Engine. И здесь нам нужно открыть вот это вот. То есть, на моём же примере, он называется вот так вот. Это, если что, кодовая назва моей прошивки. У меня же Android 11 и у меня папка называется вот так. У вас же она может называться по-другому, если у вас будет другая версия Android. Но в любом случае, в этой папке хранится ваша прошивка. То есть, как видите, папка весит, чтобы вы понимали, 5 гигабайт. То есть, в этой папке у нас и есть наша прошивка. Мы заходим в эту папку. И здесь, внизу, у нас будет два самых интересных и полезных файла. А именно, вот этих вот файла. Если что, разрешение этих файлов будет BSTK. Не знаю, почему именно так, но вот. Вот именно тип этих файлов. Нам они как раз-таки и понадобятся. Нажимаем правой кнопкой мыши. Дальше, Edit with Notepad. Вы же можете открыть с помощью блокнота, если у вас только блокнот. Просто открывайте с помощью блокнота, либо же с помощью Notepad. И здесь нам нужно тоже кое-что изменить. Как вы можете видеть, здесь есть три вот таких вот строчки. Вот видите, вот этих три строчки. И как видите, здесь у нас пишет здесь Red Only. И здесь тоже Red Only. То есть, Red Only означает то, что система может это только читать, но не может это изменять. То есть, это означает то, что у нас нет доступа к измене файлов. И из-за этого Magiz как раз-таки не может установиться. Потому что у него нет доступа к измене файлов в системе. Здесь же мы что делаем? Просто берем это, выделяем. И здесь просто вписываем Normal. Вот берем и просто вписываем Normal. Как и ниже. Видите, здесь пишет ниже Normal. И здесь нужно тоже написать Normal. Дальше, выше здесь мы тоже это выделяем. Вот, стираем. И пишем просто Normal. Ой, не то. Все, написали здесь тоже Normal. То есть, у нас должно быть вот так вот. Тем самым мы даем полное разрешение не только на чтение, но и на запись абсолютно всех разделов. После этого мы берем, нажимаем файл и, конечно же, сохранить. И это все сохраняем. После этого мы закрываем. И ниже у нас присутствует еще один интересный файл, который нам тоже нужно изменить. Нажимаем правой кнопкой мыши. Опять-таки, редактируем с помощью блокнота, либо же Notepad. И здесь у нас абсолютно то же самое. Выделяем Red Only. И здесь просто выписываем Normal. Так же делаем и здесь. Все, написали Normal. И то же самое мы просто взяли и повторили. То есть, нету ничего сложного. После того, как мы здесь написали Normal. То есть, у нас здесь все стоит вот так вот. После этого мы, конечно же, не забываем сохранить. Можем это закрыть. Все, то есть, мы это все сделали. И теперь, конечно же, можно смело запускать Bluestacks. Запускаем Magisk Kitsune. Нажимаем установка. Нажимаем далее. Прямая установка. И нажимаем установить. Все. Установка прошла успешно. После этого просто делаем перезагрузку. То есть, закрываем и заново открываем. Все. Запускаем Magisk. И смотрим, что у нас получилось в итоге. У нас здесь выскакивает вот такое вот сообщение. И это я вам тоже сейчас покажу, как это убрать. Здесь мы нажимаем ОК. Как видите, все. Magisk у нас установлен. Теперь уберем это окошко, которое у нас все время появляется. Допустим, если мы закроем Magisk. Допустим, вот я закрыл. Открываю. И у нас, вот видите, вот такая вот штука появляется. Показываю, как это убрать. Для этого, опять-таки, закрываем Bluestacks полностью. Дальше мы возвращаемся по директории именно вот сюда вот. Открываем данный файл конфигурации. То есть, вот Bluestacks.conf. Мы его открываем. И здесь нам нужно, опять-таки, отыскать одну строчку. А именно, вот эту строчку. Если что, 102-я строка. Вот, Enable Root Access. Здесь стоит единичка. Вам же нужно ее стереть. И написать здесь нолик. После этого мы, конечно же, не забываем сохранить файл. Можно его закрыть. И можно смело и спокойно запускать Bluestacks. Ну что, заходим в магию скидсуны. И что мы видим в итоге? Все, как видите, никаких сообщений нету. То есть, все работает просто шикарно. Давайте зайдем в Root Checker. И посмотрим, проверим и затестим. Нажимаем проверка Root. Как видите, все. Вот, сообщение. Можно здесь разрешить. Допустим, вот нажимаю разрешить. Все. Как видите, все просто идеально и шикарно работает. То есть, абсолютно ничего сложного в этом нету. Здесь уже, конечно же, по усмотрению можете настраивать абсолютно что угодно. Так что, в принципе, вот такой вот видосик получился. Теперь вы знаете, как не только можно получить Root права, но и еще, как установить магию скидсуны. Так что, в принципе, вот такой вот видосик получился. Если данное видео вам было полезным, ну и, конечно же, если данное видео вам понравилось, то, пожалуйста, не забудьте поддержать данное видео лайком. Потому что мне будет очень приятно. Ну что же, ну на этой прекраснейшей ноте мы будем прощаться. Так что, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Вы были на канале Экзиди. До скорых встреч. Всем удачки. И всем пока-пока.